Микс Ньюс Радио Болтком. Программа Абонент доступен. Участие слушателей обязательно. Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа Абонент доступен. В студии работают Анна Смирнова. Вадим Родионов и звукорежиссер Родион Золотарев. С нами на прямой связи сегодня певец Михаил Шевутинский. Михаил Закарович, здравствуйте. 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 Приятно. Да, мы вас слышим. Телефон на прямом эфире 672-12-93-9 и 672-13-93-9. Звоните, также пишите в WhatsApp 230-6191. Да, у нас сейчас началась гроза в Риге, поэтому, может быть, возможны какие-то перебои связи, но пока мы вас слышим неплохо. Ну вот артисты, которые были гостями нашей программы в период самоизоляции, чрезвычайной ситуации, которая была, Алексей Кортнев в частности, он говорил о том, что несмотря на дистанционную площадку, виртуальную площадку и возможность записывать песни дистанционно и выкладывать их потом в YouTube, все равно очень не хватает именно живого контакта с публикой. Как для вас прошел этот период? Если бы я не имею в виду в этом смысле, то я с ним согласен. Можно, конечно, дистанционно делать все, что угодно, пытаться, можно и записывать, и снимать свои концерты, но для нас, артистов взрослого поколения, глядеть в пустой экран и не видеть перед собой зрителя, не слышать его реакции, не ощущать его дыхание, не видеть этих глаз в первых рядах – это большое испытание. И петь просто так впустую у меня, наверное, не получилось бы, потому что люди рождают эмоции. Эти эмоции передаются мне, и я, когда пою, эти эмоции вкладываю в то, что я исполняю. Поэтому в данном случае я с Кортнем полностью согласен, и у меня этот период в творческом смысле пошел без выступлений публично. Но это был тяжелый для вас период? Вот это вынужденный период застой? Ну, конечно, потому что я считаю, что слово самоизоляция, оно не очень точно характеризует то, что у нас происходило, потому что для некоторых людей это было и неплохо – посидеть дома, и кто-то им еще заплатил какие-то платины. А для людей творческих это практически самоликвидация, потому что, согласившись на слово «сама», которому тебя, в общем, принудили, ну, по понятным причинам, ты себя запер и ликвидируешь свои возможности творчески реализоваться. А это и есть самое главное, на чем наша жизнь построена, потому что вот так уж у нас устроена судьба, устроены наши сердца и мозги. Мы не можем без этого жить. Это главное то, чем мы занимаемся в своей жизни. Поэтому мне было сложно. Я все что угодно и спорт продолжаю. Я и занимался, например, Диана, просто для себя. Я монтировал, освоил программу монтажа, монтирую какие-то видео. Я восстанавливал свой архив, фото, видео. В общем, я занимался тем, чем мог заниматься. Мне повезло в том смысле, что изоляция была достаточно свободной, поскольку у меня неплохой, приличный участок и дом в Москве. Поэтому не прекратилось сидеть в четырех стенах квартиры в городе. Я, конечно, вот этих людей, мне их жалко, я их понимаю. Они выдержали серьезные испытания, потому что оказаться в четырех стенах и не иметь возможности никуда выйти, это вообще очень плохо. Но видите, как говорят нам, что мы начали побеждать эту ситуацию. И если на самом деле так и будет, то это очень хорошо, потому что уже я вчера вышел за пределы территории. Мы были на пилище у моего товарища я, кто нас покатал, мы пришли таким подмосковным речным воздухом. Ну, уже как-то жить легче и жить хочется. Появляются сейчас какие-то уже возможности живых выступлений или пока все замерло все-таки? Понимаете, что получилось? У меня первая половина этого года была очень насыщена и запланирована очень жестко. Было много концертов разных появлений, публичных. А потом все это в конце февраля начало тормозиться. И в марте, когда объявили вот эту чрезвычайную историю, то многие концерты не отменились, но перенеслись. А в связи с тем, что ситуация была непонятной, то перенеслись на достаточно неопределенный срок. И вот только сейчас они начинают определяться. Потому что раньше нам говорили какие-то странные непонятные вещи, что в зале будут сидеть, в тысячном зале будут сидеть 350 человек, через два сиденья на третье. И мы никак никто не могли представить себе, как же дети с родителями, пришедшие на детские спектакли, будут сидеть через два места на третье друг от друга. Как люди, которые пришли вдвоем, рука об руку, влюбленные, пришли послушать свои песни. Как они будут находиться в этом зале. Но сейчас вроде как нам рассказали, что все будет как и прежде. Просто нужно соблюдать какую-то... Ну, понимаете, мы и так были приучены мыть руки часто, поэтому нас этим удивить сложно. Но будем пытаться как-то... Есть, да, сейчас восстанавливаются концерты. У меня поездки, гастроли, те, которые были перенесены, сейчас восстанавливаются. И где-то в сентябре уже начнутся довольно насыщенные гастроли. Вот. Я также и собираюсь приехать в Прибалтику. У меня есть тоже запланированные там концерты. Сейчас вот решается вопрос точно все-таки, когда по срокам это произойдет. Вот. Ну, что еще? Ну, практически все по поводу планов. Ну, вы один из немногих исполнителей, кто не спел ничего про пандемию в этот период. Почему так? Вы знаете, есть такая шутка. Запорожье, Сеча. Помните Запорожье, Сеча? Да, и вот казаки едут с поля битвы на телеге. Кто-то валяется, кто-то с бутылкой самогона. Казаки с победой. И вот они едут, и все, что они видят, они поют. Холодно. Они говорят, мороз. Они говорят, ой, мороз, мороз, поют. Потом едут дальше, кто-то увидел там, ой, смотрите, лошадь проскакала. Они по лошадь. Ой, коня, коня, береги меня. Потом вдруг у одного, один из этих казаков, выпивший, соскальзывает, у него нога попадает в колесо телеги. И ему страшно больно. Он кричит, нога! Они говорят, ой, нога, нога. Так и я, получается, о чем я услышал, про то и должен петь. Нет. Пандемия тема мне не близкая. Заболевание тема мне неинтересная. И я в своей возрастной позиции стараюсь позволять себе и позволяю петь только о том, что меня по-настоящему трогает в данный момент. Конечно, на протяжении всей жизни творческой у тебя наступают разные периоды. И в одном периоде тебя волнует одно, в другом периоде другое, третье, четвертое. Но я не хочу сказать, что и не могу сказать, что моя цель так жестко и так резко реагировать на то, что происходит вокруг меня. Я не по геополитике. Я считаю, что творчество не должно в это вникать. Твоя позиция человеческая, гражданская, может быть, высказана тобой вслух, но вовсе не обязательно делать из этого произведение искусства. У нас, если мы возьмем классическую музыку, старинную, старую, хорошую классическую музыку, то мало кто из великих композиторов, мало кто из великих композиторов делал политические произведения. Позже уже при советской власти, конечно, Костакович, Прокофьев и так далее, их это трогало, волновало, и тогда была другая система, другая власть. И художник должен был высказаться в своем творчестве на тему, так как и на режиссеры, и на фильмах, и на продюсерах. Но сейчас другая ситуация, и мы дышим свободно на этой земле, поэтому мы можем позволить себе не говорить о том, о чем, мне кажется, есть песня, говорить не надо. Другие есть артисты, которые в своем творчестве сделали как бы поющую газету. И тогда о том, что произошло, они могут петь бесконечно, и от них этого ждут. Я пою о любви, о хороших отношениях, хороших людей, о том, что меня волнует, о природе, о детях, о погоде. Вот о таких вещах. Ну, о жизни, о жизни, социальные какие-то элементы, семейные квартирные дома, где живут люди бок о бок, за стеной. Я там, я не пою за дружбу, как говорится, о дружбе, не за дружбу, а по-одесской. Вот я пою об этом, я про пандемию петь не стал. И, в общем, она мне, мне отвратительная эта тема. Вот интересно, что Олег Газманов, который был гостем нашей программы, он рассказывал о песне Путана, вы её тоже исполняли, и Олег Газманов её исполнял. И эта песня отличается, потому что в его тексте «В меня стрелял душман, а ты свой божий дар», а в вашем тексте «Я землю ковырял, а ты свой божий дар». Соответственно, эта песня, она вроде как одна, но получилось, что в вашем исполнении и в исполнении Олега Газманова она разная. Вот как так получилось? Да. Эта песня Олега Газманова, он замечательно её написал и замечательно спел в то время, когда это были ещё какие-то отстатки от тяжелейшей войны в Афганистане. Я в это время был в эмиграции, жил в Америке, и то в Америке, живя в Москве, а до Москвы, проведя некоторое время на севере нашей страны, в Магадане, в Камчатке, мне ближе было спеть, что я землю ковырял, потому что я видел, как старатели ковыряли землю, на золоте, на Алдан золоте и вообще в Магадане, на Колыме. Поэтому я спел об этом. Я тогда ещё не приезжал в Советский Союз, тогдашнюю, нынешнюю Россию. Я не приезжал, я жил в Америке, и никто не знал, что мы вернёмся и будем здесь выступать, и здесь жить. А песни Газманова всегда производили, особенно его первые песни, появившиеся у нас там в эмиграции, в Лос-Анджелесе, они производили впечатление очень хорошее, очень душевное. И я понимал, о чём он поёт, просто мне было не очень близко. И я, не спросив его разрешения, безусловно, я и не мог это сделать, поскольку не было того, что мы ездили туда, они ездили сюда. А я просто взял и поменял некоторые слова, так как мне показалось ближе. Я подумал, что он на меня не обидится, и он на меня не обиделся. Песня эта принадлежит первому Газманову, Олегу очень... Он тяжело переживал, видимо, всё-таки остатки вот этой страшной войны афганской, поэтому он здесь тоже подчеркнул какой-то вот такой момент. Да нет, я пел о другом немножко. Ну да, я пел о северных каких-то вещах. Кстати, сейчас вот буквально недавно вышли фильмы одного известного блогера Юрия Дудя, как раз про Магадан и Камчатку, там он рассказывает, насколько тяжёлая сейчас там жизнь. Наверняка тяжёлая она была там всегда, но и сейчас это место такое забытое, как он говорит. Сейчас забытое место, да, я тоже был на гастролях в Магадане и на Камчатке. Мне было... Ну, вы знаете, я просто там прожил несколько лет, но это было очень давно, и я был совсем молодым человеком, мне было 25, 26, 27 лет. Тогда всё казалось по-другому, и когда мы тонкие изгонки, нам преграда нипочём, и мы рвёмся в бой. Вот, а сейчас мне показалось это, вот это колыма, такой немножко запущенной. Ну, потому что, наверное, жизнь непростая, жизнь, там тяжело жить, и не всем будет суметь удержаться, там, быть там сложный, климат там тяжёлый, там людям приходится работать очень сложно. Так же, как и на Камчатке тоже. В Камчатке рыба, и вы знаете, на Тихом океане рыба, это такой сложный процесс, путина, когда рыбаки уходят на 6 месяцев вообще, в моря, а также и на золоте, на раческих артелях, тоже очень тяжело работает, это тяжелейший труд, начиная с самой ранней весны, идёт с крыши торфов, то есть торфа вскрывают, чтобы потом, когда эта почва немножко размяты, чтобы можно было оттуда добывать золото на берегу реки, промывать его, и вот, когда старатели добывали это ручным путём, не как на приисках больших, где драга моет всё это, а вот почву, а вот ручным, это тяжелейший труд. И сейчас, конечно, тоже очень сложно бытовок там. Люди очень тёплые и человеческие, и меня там помнят, хотя уже прошло много-много лет, и те, кто жили тогда там, в то время, мои знакомые, и мои приятели, и друзья тоже, наверное, их там уже сейчас, я там никого не увидел, к сожалению. Вот, но у Алла-Магадани мы выступали для, это было, по-моему, 90-летие со дня основания города, вот. Да, эти места, к сожалению, не выглядят так, благополучно и красиво, как хотелось бы. Как выглядит, например, Владимир Столк, Абарус, эти места, эти города выглядят лучше. Ну, мы будем надеяться. Вот Иосиф Кобзон, он говорил, когда я брал у него интервью, он говорил о том, что города для него это не архитектура, города это для него люди, и у него всегда возникает ассоциация с городом именно по тем людям, которых он знает. У вас так же или по-другому все-таки этого... Я объясню, почему. Я объясню, почему он так сказал, и это было так, наверное, на самом деле, я очень доверяю мнению Кобзона. Дело в том, что города, особенно тогда, когда на те годы, на которые пришлась большая часть его гастроли, деятельности, они, советские города, были очень похожи друг на друга. Они были похожи, кроме старых каких-то мест, в каждом городе есть какие-то места, присущие только ему, этому городу, и там можно запомнить там. Но все равно везде была площадь Ленин, Ленинский проспект, я не знаю, и еще что-то. Они были как-то все более-менее одинаково выглядящие, если не считать Санкт-Петербург, Москву, такие исторические центры. Вот. Поэтому, наверное, в первую очередь запоминается... Мне так сейчас иногда говорят, ну как, ты разве не помнишь, что в таком-то городе мы там были, помнишь этот зал? Я говорю, подождите, проще вспомнить, в какой гостинице мы жили, потому что если она плохая, то я точно это запомнил. Вот. А это бывает часто. А в основном, конечно, люди, если у тебя остались люди, с которыми ты знаком или познакомился или встретился уже не в первый раз, и у тебя есть отношения, которые тебя с ними связывают, дружеские, товарищеские, человеческие, творческие, то, конечно, ты вспоминаешь город, мне говорят Самара, я сразу вспоминаю Федора Соловьева, автора, исполнителя, который написал для меня там чудесные песни, мне говорят, там еще как-то город, я тоже вспоминаю тех людей, которые, мне говорят Питер, Питер для меня, понятно, Питер это уникальнейшее место на земле, но для меня Питер это ну вау, да, ну вот, вот творчески, вот так, как-то я тоже говорю, в одном из недавних интервью продюсер Леонард Лев сказал о том, что помирил вас с Розенбаумом, что это была за история? Что, что сделал? Помирил вас с Розенбаумом. Поминил меня? Помирил. А помирил Розенбаум? А? Вас с ним. С Леонардом? Нет, нет, наоборот, Леонард помирил вас и Розенбаума. В какой-то момент там было исполнение. Я думал, что Леонард он очень хороший мой товарищ и человек, которому я благодарен за то, что он меня уговорил из эмиграции впервые выехать в Советский Союз тогда еще с ролями и они прошли с большущим успехом. Было 75 концертов, 75 за три летних месяц. Это очень много по стадионам и дворцам спорта Советского Союза. Вот. С Розенбаумом у нас с Леонардом не было отношений, потому что мы не были знакомы. Я очень влюбился в его творчество с самых первых дней и с первых самых кассет, которые попали к нам туда в эмиграцию. Это была другая планета и отсюда ничего не приходило тогда. Когда мне привезли, я сразу влюбился в его стихи, в его музыку и для меня на сей день это остается человек, который является одним из самых ярких на небосклоне такой музыки человеческой хорошей. Так вот, мы с ним и не ссорились, просто я запел песни, которые он написал и он тоже их пел. Они пришли сюда раньше меня, прилетели в Советский Союз. Люди стали их тоже слушать и, ну, видимо, ему здесь и не очень тогда давали возможность выступать, потому что прижимали, а кассеты это сам издат. Люди переписывали друг у друга и они, некоторые думали, что, ведь как они говорят, послушайте песню Михаила Шапутинского, там, такой-то, такой-то, а у нас не объявляют, что эта песня не Михаила Шапутинского, а песня композитора Зубкова на стихе Константина Арсеньева, понимаете, у нас говорят песню Михаила Шапутинского. Так, подали мои кассеты, где слушали песни Разумбаума, считали, что это мои. А Александр Яковлевич кто-то, наверное, из добрых, доброжелательных людей начал, начал его немножко подкалывать, что вот как это так, про тебя ничего и никак. Хотя, хотя на своих первых кассетах, которые тогда мы выпускали там в Америке, я везде писал авторство, которое песню и писал, в том числе и авторство Александра Разумбаума. С огромным уважением. Но когда возникали какие-то такие напряги, мне о них говорили, но ссоры, как таковой, у нас никогда не было, просто когда мы встретились в первый раз, ну, он мне сказал, что я вот тебя увидел, мы друг другу поджали руки, когда я приехал в Москву, и он сразу меня понял и почувствовал, что, в общем, я делал это не из-за того, чтобы присвоить себе его творчество, а из-за того, чтобы популяризировать, и просто хотел искреннее желание нормального творческого человека спеть хорошую песню. Мне это удалось, мне очень повезло, и когда я просто везунчик, первая кассета с песнями Разумбаума, которая попала тогда в Америку, она оказалась у меня. И мне повезло, мне удалось, я его так прочувствовал и понял, что я их сделал хоть и по-своему, но они остались песнями Разумбаума, и я очень рад, что они до сих пор любимы зрителями. Хотя уже прошло много лет, и я спел много разных песен в эти годы, но, в основном, в общем, с тех пор общаюсь очень тепло и творчески, и мы бываем друг у друга на наших общих праздниках, и выступаем и в программах телевизионных вместе, иногда и в концертах вместе. Так что ссор никаких не было. Леонард, человек эмиграции, и ему свойственны некоторые преувеличения, поскольку он здесь не живет в Си, и не живет на этом берегу, он американец, и он видит все это по-своему. Вот так. Нет, с Румбаума не возникало ссор, и Леонард не мирил, ему не надо было нас мирить, потому что два творческих умных человека, встретившихся всегда, поймут друг друга и найдут общий язык. Вот у Александра Кальянова есть песня «За кордоны», когда я в детстве ее слышал, это как раз песня «Прощание», «Билет в один конец». Вы когда уезжали в эмиграцию, это тоже ведь был «Билет в один конец», учитывая, что Советский Союз, и возвращаться было очень сложно. тяжело уехать, не знаю, вернешься или нет. Да, я вам сейчас отвечу на этот вопрос. Единственное, что вы когда говорите, то прерывается звук, и мне, я догадываюсь, потому что он с такими волнами, если я вас правильно понял, то я сейчас буду отвечать на ваш вопрос. Кальянов, Саша написал песню, да, я ее слышал, правда, очень давно, «За кордон», «За кордон», не помню точное содержание, но она очень трогательная для человека, который понимает, что это такое. И, конечно, мы уезжали не туда, а мы уезжали отсюда, отсюда, из Союза. И мы не знали, даже не могли себе представить, что мы когда-нибудь можем сюда вернуться, потому что уехать туда было почти невозможно. Никому удавалось, то тот и не мог себе представить, что можно будет сюда вернуться вообще как бы легально. Ну, понимаете, здесь Москва, здесь мой город, где я родился, где я провел все детство, юность, молодость, и для меня это очень дорого все и ценно всегда было. И когда появилась такая возможность, я, конечно, ее использовал и приехал сюда, тем более уже с концертами. Но вообще было не до этого. Если вы хотите ностальгии, то когда мы приехали туда на Запад, в Америку, которая нас, конечно, шокировала и потрясла удивительным образом, поскольку это была совсем другая страна, другая атмосфера, другая аура, в которой мы окунулись. И, конечно, многое там нам пришлось по душе, но многое было очень непривычно. А сложно было то, что нужно было выживать, нужно было тяжело работать, находить возможности содержать свою семью, не потерять свое лицо. Многим это удалось. Слава Богу, люди стали и врачами, и адвокатами, и музыкантами, ужасными актерами. Вот. И это было непросто. Непросто. Поэтому особенно не было времени и даже мыслей думать о какой-то ностальгии. И бытовала такая фраза, что ностальгию придумали большевики. На самом деле березки в Булонском лесу точно такие же, как и в Москве и в Подмосковье. Вот. Поэтому, да, мы жили той жизнью в сию минуту однодневно, не думая о завтрашнем дне, а только пытаясь создать комфортные условия для себя и для своей семьи, для того, чтобы доказать самим себе, что мы не зря это сделали, что мы уехали оттуда, где мы жили, и обрели ту долгожданную свободу, которая тогда в Америке еще была. Вы сказали, что вот именно Леонард Лев сподвигнул вас вернуться обратно в Советский Союз. Не было у вас сожаления за этот период, что вы вернулись? Знаете, я понял только из ваших слов, что Леонард Лев первый... А что было? В вашем вопросе она к мне не дошла, потому что она прерывается волнами. Может быть, вам как-то... Да, не было ли у вас сожаления, когда вы вернулись за этот период, когда вернулись в Советский Союз после эмиграции? Жизнь не о том, что я уехал из Америки? Да. Нет. Ну, во-первых, я остаюсь гражданином Америки, поскольку нет оснований мне отказываться от их гражданства, но я там не живу. к сожалению у меня никакого нет. Наоборот, я приехал в Москву и моя первая поездка сюда, она была настолько для меня решающей в моей жизни, потому что, когда я вышел на свой первый концерт, это было 25 июня 90-го года, 30 лет тому назад, я вышел на первый концерт, это был город Киев, тогда это была все одна большая страна, и я вышел в Дворце спорта, стоя за кулисами, я слышал полный 10-тысячный зал Дворца спорта Киевского, где вспыхивали такие какие-то облачка аплодисментов, в ожидании начала концерта люди сидели, их все это волновало, и меня страшно волновало, я очень хотел, чтобы все прошло хорошо, чтобы этот первый концерт был очень запоминающим, и он таким и стал, потому что, когда я вышел, увидел эту огромную массу народа и запел, и дальше я начал петь, и каждая песня, когда начинал играть оркестр, вступление, уже люди знали, что это будет, и они аплодировали мне, я понял, что я хочу здесь жить, что здесь я нужен больше, что мне здесь больше нравится, что здесь то, что я сделал за какие-то 10 лет жизни в эмиграции, оно здесь, здесь это знают больше и лучше, большее количество людей, и им это важно, им это интересно, им это нужно, поэтому для меня вот эти первые концерты мои тогда, в 90-м году, сыграли решающую роль, я понял, что так или иначе я сюда вернусь и буду жить здесь, поскольку это все-таки моя земля, где я родился, это мой город, который я знаю и до сих пор знаю в каждом уголок, и я поэтому и спел много песен о Москве. А когда вы в США встретились с Аллой Борисовны Пугачевой в ресторане вашем, она приехала в Лос-Анджелес, и вы тогда поняли, как она сами рассказывали, что ваши пути разошлись, было ли сожаление об этом, вы дружили в юности? Что было до слов «наши пути разошлись?» Когда вы встретились с Пугачевой в ресторане, вы поняли, что ваши пути разошлись, что вы сказали «вы свободный человек, а она слишком властная»? Я такого не говорил. Мы не встретились в ресторане, ничего подобного. А Алла приехала на гастроли. Дело в том, что мы знакомы много лет, и мы учились вместе, и связывала хорошая дружба. А просто мы много лет не виделись. Когда она приехала на гастроли, с коллективом, участники которого тоже все мои хорошие знакомые, они остановились в гостинице в Лос-Анджелесе. Она позвонила мне, за что я очень ожидаю, и она мне сказала, что они идут на прием к какому-то сенатору, но она не пойдет, потому что хочет увидеться со мной. И я приехал к ней в гостиницу, и мы с ней у нее в номере поужинали прекрасно, провели вечер, пока не пришли все остальные, пока не пришел ее сброк и коллектив, администратор. Мы наши пути не расходились, просто я остался жить в Америке, она вернулась в Советский Союз, было понятно, но как я не могу разойтись, потому что мы с ней в очень добрых, хороших отношениях были, и сейчас, хотя видим все очень редко, но и остаемся в таких отношениях. Ну, по крайней мере, для меня она человек из моей молодости, из моей юности, она для меня очень важна, и эти воспоминания для меня дороги. Александр Генес, писатель, который был гостем нашей программы, он сказал о том, что я уехал из СССР и из России для того, чтобы остаться русским писателем, и иммиграция позволила ему это сделать. Можно ли сказать о том, что иммиграция позволила вам остаться русским музыкантом, музыкантом, поющим на русском, чтобы потом вернуться уже в Россию, в новом качестве, возможно? Невзирая на перерывы в речи вашей, я понял, что вы спросили о том, удалось ли мне, уехав в Америку, остаться все-таки тем, кем я был здесь. И помогла ли Америка сохранить что-то? Потому что Александр Генес, писатель, который у нас был, сказал, что именно иммиграция помогла ему остаться русским писателем. Так, я уверен, что это так и есть. Америка особенно не помогает вам быть тем, кем вы хотите быть. Америка не мешает. Тогда не мешала. Я не говорю про те годы. Она не мешала быть и становиться тем, кем ты хочешь стать. Тебя никто не тормозил, не запрещал тебе ничего делать, тебе никто не предъявляет претензии, за то, что у тебя носки белые, а не черные. Ну, это я не сказать у нас. Тебя никто не залезал в карман и не проверял, откуда у тебя столько денег или вот столько денег. Тебе им было не важно какого-то цвета и какого-то вероисповедания и так далее. А потому что там было очень интересно, нас очень удивляло, что первые встречи и контакты с американцами или с теми, кто живет в Америке, например, в магазине, на бытовом уровне, в супермаркете, когда ты спрашиваешь продавца, что это такое на своем ломаном английском, а продавец тоже испаноговорящий, а рядом стоят американцы, они говорят, ой, какой у вас интересный акцент, вы откуда? И ты говоришь, я из России. О, правда? Из России? Это так интересно. Они очень были добродушные люди, американцы. Никто не мешал тебе делать то, что ты хочешь. Поэтому, если человек был талантливым, умным писателем, состоявшимся в своей жизни уже здесь, то наверняка там ему удалось продолжить и оставаться тем, кем он был, потому что ему никто не мешал. Так же и мне. Я занимался музыкой здесь всю жизнь. И когда я уехал отсюда, оказавшись в Америке, мне, конечно, было понятно, что я не смогу войти в высочайшие сферы шоу-бизнеса, поскольку язык другой и наша психология другая и ментальность. Но я знал много о музыке, хорошее фундаментальное советское музыкальное образование, которое очень ценится. И я мог многое сделать в студии, на работе, поэтому мне удалось. И кроме того, кроме того, на сердце появилось желание петь какие-то песни, которые я помнил с детства, с юности, с Магадана, с Москвы, еще от родителей. Поэтому я начал петь еще и для того, еще и потому, что там за это платили деньги. А мне нужно было, как я уже рассказывал, зарабатывать, чтобы обеспечить свою семью. Таким образом, мне повезло. Я делал вроде не то, чему я всю жизнь учился, а многая часть моей работы состояла из другого, вот из пения, из какого-то такого. Но это все равно близко к музыке, близко к тому, чем я занимался, то есть это позволило мне остаться тем, кем я был. И мне не пришлось садиться за руль тосты, мне не пришлось переквалифицировать, начать продавать стражковки или работать на мебельной фабрике кассировки. Не знаю, но мне повезло в этом смысле. Может быть, у меня были определенные задатки, уже созревшие, и для того, чтобы остаться тем, кем я был. Но я там пришелся по душе людям, которые жили там. Вы сказали, что неважно, какой был цвет кожи и какого цвета носки, черные или белые, невольно вспоминаются те события, которые сейчас происходят в США. Как вы их оцениваете? Следите за происходящим там? Да, я слежу. Я слежу очень внимательно. Во-первых, потому что мой младший сын с своей семьей живет в Америке. Я и мой старший сын с своей семьей мы переехали сюда, а он живет в Америке и в Адельфии, в Сальвании. Там все не так просто. Я очень волнуюсь за это, потому что на фоне всей вот этой вот заболевания, этого пандемии, плюс еще такие расовые беспорядки. Я в Америке однажды только застал такое. Это было в 91-м году, когда когда Ратный Кинг такой человек убил полицейский и начались беспорядки. Это было в Калифорнии, больше там даже в Лос-Анджелесе. Это довольно быстро прошло, хотя тоже Национальная гвардия действовала. Вот сейчас я понимаете, я совершенно человек разноцветный, как вам сказать. Я уважаю все нации, все религии. Я уважаю людей и я ненавижу нелюдей. Поэтому то, что сейчас происходит с одной стороны мне понятно, поскольку возмущены нормальные цивилизованные люди тем, что полиция в Америке позволяет себе то, что она никогда в жизни не могла позволять в те годы, когда я там жил. Полицейские были добрейшие, умнейшие, честнейшие, правильные люди. Теперь это все выглядит по-другому, по-моему, со стороны. А ситуации бывают разные. Мы не знаем, в какой ситуации он придушил этого человека, Флойда, и, наверное, можно было избежать его смерти, избежать такого. Даже если он был виноват, даже если он сопровенился, нельзя было таким образом его. Была возможность задержать его как угодно, электрошокером, одеть наручники, как угодно. Нельзя демонстрировать власть, не должна демонстрировать такую злость, потому что, естественно, сразу возникают расовые, национальные конфликты. С другой стороны, то, что устроили люди африканцы и потащили за собой огромную часть всего остального цветного населения по всей Америке, то, что они разгромили магазины, целые улицы, целые районы, то, что они начали на многих высокочувствительных людей подействовали, и молодежь начала просить у них прощения за полицию, которая поступила нехорошо. Это удивительно для меня, я с этим не могу согласиться. Это вообще вопрос гораздо более высокого понимания. Это все-таки война, наверное, двух партий демократической и республиканской, это война политическая, это война огромных капиталов, это разделение средств, раздел имущества, раздел страны, но не можем спокойно смотреть, как из-за того, что убили черного человека, все белые должны влезать ботинки у черных, потому что по статистике в прошлом году от рук полиции погибло 28% белых преступников, а черных преступников только 9%, а от рук преступников погибло еще 30% полицейских от черных преступников, от чернокожих, от афроамериканцев, а от белых преступников гораздо менее. То есть факты вот такие, которые нам сбрасывают, мы же не знаем точно, правда это или нет, но они выглядят очень достоверно, и я сожалею, что такое в Америке происходит, я очень сожалею, что многие люди боятся, я сожалею, что мой товарищ близкий, который там живет уже много лет, больше 40 лет, он спокойный, преуспевающий доктор, и он мне пишет о том, что он спит, а на том, в чем лежит пистолет, потому что он не знает, что произойдет, они врываются в дома, демонстранты, демонстрируют свою алчность, жадность, и разгромили, недавно я получил кадры своей хорошей приятельницы, Сэнди, который в одном из хороших районов Лос-Анджелеса, довольно большой магазин, который занимается электроникой и продает компьютеры, Apple, и ремонтирует компьютеры, и компьютерные программы, я видел, эти кадры, они у меня есть, когда люди разбили эти стекла огромного этого магазина, врывались ночью туда, и вытаскивали огромное, невероятное количество, количество вот этих коробок больших с компьютерами, с телевизорами, а потом просто бросили туда факел, понимаете, это это проблема правительства, это они допустили, а народ, он вспыхнул моментально, считает себя недооценером, хотя я не могу с этим согласиться, потому что среди темнокожих есть потрясающе талантливые люди, и как я уже говорил, и актеры великолепные, и адвокаты, и врачи, и в любой профессии, поэтому я, например, я не считаюсь цветом кожи абсолютно, я считаю, что есть люди, есть нелюди, но я еще раз говорю, что в этом виновата правительство, виновата власть, и, конечно, первое, что произошло, это то, что вы душили этого человека, который, в общем, был, может быть, и виноват, но должен был, он должен был быть наказан цивилизованным образом, вот такой мой ответ на этот вопрос. Еще одна история, это трагическое ДТП с участием актера Михаила Ефремова, слышали об этом, и как вы это могли бы прокомментировать? Я не хотел, простите ни одного слова, постарайтесь как-то найти другую позицию телефона, потому что очень прерывается все время. Про Михаила Ефремова слышали вот о трагедии, которая произошла? Конечно, конечно, мы наблюдаем все со вчерашнего утра, с позавчерашнего, да, мы наблюдаем все за тем, что происходит, я в данном случае вот сейчас с вами говорю, передо мной за экраном компьютера есть телевизор, я видел сейчас кадры, тоже, они показывают все время, это, мне очень жаль. Знаете, сказать, самый лучший ответ у меня есть на этот вопрос, ответ это молчание, потому что я, с одной стороны, я люблю Ефремова, прекрасного актера и замечательного человека, я знал достаточно хорошо его отца, Олега, с Ефремовым общались с Михаилом, мы общались меньше, но я его очень уважаю как человека творческого, с другой стороны, мне очень жаль, бессмысленно и потерянную жизнь, жизнь человека, которого он убил, я сожалею, я сочувствую близким и семье и выражаю свои соболезнования, хотя это ничего не меняет, я считаю, что это преступление сесть за руль пьяным в таком состоянии, если нет другого выхода, есть только одна причина, по которой человек может это сделать, если он спасает другую жизнь, но просто сесть, потому что ты нехорош и не можешь себя контролировать, сесть за руль и сотворить такое, это преступление, безусловно, мне очень жаль Мишу Ефремову, что ему, видимо, тяжело придется, ему тяжело придется переживать наказание, которое ему, и это будет наверняка показательная ситуация, поскольку он довольно прямой и открытый человек, и он не всегда в ладах был с властью, ему, наверное, тоже это припомнят каким-то образом, хотя уверен, что суд будет справедливый, и нам только остается надеяться и верить, что для него это пройдет каким-то более мягким способом, я не знаю, как-то облегчат ему его судьбу, хотя, еще раз повторяю, что гибель человека, самое страшное преступление, гибель человека, которого ты убил по пьянке, такое простое, грубое слое, это ужасный поступок, это ужасный поступок, не надо, в наше время, когда ты можешь вызвать такси, когда ты можешь сесть в метро, в трамвай, когда ты можешь попросить кого-то, попросить кого-то за тобой приехать, не надо садиться за руль, не надо подвергать риску не только себя, не только своих близких, которые могут остаться без отца, без мужа, без брата, но еще тех людей, которых ты можешь просто убить, погубить, это ужасная, это ужасная вещь, которая произошла, она, конечно, потрясла всех нас, потрясла совершенно. Мы успели принять звонок, нет, вот звукорежиссер говорит, что время, к сожалению, заканчивается. Спасибо вам большое, что нашли время и вышли в прямой эфир нашей программы. Спасибо, мне очень приятно было с вами беседовать и хочу напомнить, что я скоро приеду к вам в Прибалтику и буду для вас выступать. и будем ждать вас тогда в студии. Кстати, тоже может быть удастся. все пригласно. Ну что ж, всего вам доброго и до свидания. Спасибо, спасибо. До свидания.